Всем привет, привет! А у нас сегодня что? А у нас сегодня рубрика покупки продуктов, обзорчик продуктов, цены, акции и т.д. и т.п. То, что, короче, можно у нас купить в АТБ. Ну, в АТБ что, пакет все знают? Пакет АТБ знаменитый. Вот такие, это средние пакетики. Кстати, сейчас начинается 6-го числа, потому что кто-то написал, что со 2-го числа начинаются акции. Не знаю, может в других городах и со 2-го начинаются акции. У нас вот 6-го числа, покажи, где это. Вот. Ну, тут с 5-го написано. Вот. И на чай акции вот. Видите, больше не взорвалось. Думаю, где же мой чай? Чай где мой? Думала, что со 2-го. Смотрю, нифига, цены как были, такие есть. А потом уже на газу пришли, посмотрела, тут целая вон журналка. Ну, тут много листиков. Что будет с 5-го числа по акциям? Тут классные, вон уже валентиночки пошли, такие классные. Где она вот такая мягенькая? О, вот эта красивая такая, она мягкая-мягкая, такая прикольная. Вот. По 44 гривны. А эти, во, мишки эти, стеклянные. Тут они не очень выглядят. Так они, такие маленькие, вот такая вот, такой размерчик. Стеклянный, классненький, мишечка. Класс, класс, класс. А, и свечки, здесь некрасивые, да, такие. А там вот именно уже есть такая продукция в АТБ, но только что она сейчас подороже, малюха. Сейчас люди наберутся, они потом раз и 6-го числа цены урежут. Вот. А, вот эти шарики, какие они получаются. Да, те же надуваются самостоятельно, да? Самостоятельно надуваются, да. В общем, тут много-много чего будет. Много-много чего будет. И классно. Мне так нравятся вот эти журнальчики, когда в магазинчиках попадаются. Я домой беру, рассматриваю, что-то гляжу, что к чему, почему. Класс. Люблю я такие вещи всякие рассматривать. Жалко, что у них сейчас не все можно. Но ничего. Коля, он смотрит на этот отдел, да? Да. Потому что, ну что, ну когда же у нас будет уже перерыва, ведь хочу пиво с рыбой. Ну, в общем, вот такое журнальчики и будут 6-го числа акции. Полноценные. Ну, с 5-го, в общем-то. Так, короче. Поехали, погнали. У нас всего лишь сегодня покупочка, сразу покажу, на 587 гривен. Вот. И сейчас я вам все расскажу, что же мы купили и почем. Кстати, на вот такие вот всякие, о, смотри, уже и подрастаяла. Капец. Пока мы с ним мотались туда-сюда. Этот. У нас часто бывает в таком отделе, где вот эти замороженные овощи, фрукты, ягоды, часто бывают скидки. Вот каждую неделю они делают то на одни шуту скидки, то на вторую шуту скидки. Мы заезжаем и берем постоянно всякое разное. Там, кстати, очень много всего. Итак, погнали? Погнали. Да, давай, давай. Хотите узнать, что у нас, да? Так, значит, чек. Такой-то, такой-то. Так, ну пакет. Пакет АТБ. Кстати, мы опять пакеты маечки не взяли. Ё-моё. Ай, какой раз в АТБ заезжаем, мы все время берем вот эти пакеты маечками. Очень удобно себе повесил. И если что мелкое надо, раз оторвал себе и это самое. Ну, опять же, забыли, ё-моё. Так, пакет по рубль 50. Вот такие две штучки мы брали. Вот, на 3 гривны. Дальше. Цебуля репчаста. Это у нас лук репчатый. Это, наверное. Да. Кстати, в последнее время в АТБ был подмороженный какой-то лук. Он мягкий прямо был. Этот раз мы взяли прям хороший. Мне вот прям понравился, потому что он такой упругенький, хорошенький. Значит, за килограмм сейчас лук 7 гривен 35 копеек. Здесь кило 794 грамма на 13,19 грамма. Ну, в принципе, нормально. Так как мы лук любим, то, в принципе, это отлично просто. Я же, говорю, жилье, делала, да, там лука столько на это. А он, когда его пропаришь, он такой сладкий-сладкий получается. Прям вкусненький. Поэтому лук в нашем доме, он в почете, так сказать. Крупа пши... 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 пшеничка. Вот такая вот крупа пшеничная. Мы берем и себе, и нашим пёсикам 9 гривен 10 копеек. Мы взяли одну в этот раз. И крупа кук, кукурузная. Вон, кукурузную давно мы не брали. 10-20 пакетик стоит. Килограмм? Да, килограмм. Крупа ячневая. Два пакета под 9-40. Ячку тоже мы очень любим. Ну, туда два не встали, уже один поставил. Ячка очень вкусненькая получается, если сделать зажарочкой, морковка-лук. Она просто волшебная. И я люблю, чтобы она такая была жидковатая. Не густая от каша, да, Коль? Вот и какой-то му-вукой сзади. Чтобы понимали, люди же ты тут. Это тебя штатив автоматически снимает. Ах, автоматический штатив. Только не дергай вот так от меня. Так, значит, по 9-40 я сказала, да? Гранат. Решила вот этот раз взять гранат. Один. То были такие вот эбострёмненькие. А это вот посмотрела такой вроде не чешный. Думаю, надо взять. Он же и кровь чистит, и вообще... Ну, и давно его не ела. И может, что-нибудь надо приготовить такое. Нам же вечно какие-то новые рецепты приготовьте, да приготовьте на ПП. Вот. То там надо сладости какие-то, то еще что-то надо готовить. Я уже мне сил выбилось. У меня фантазии не хватает. Что можно такое приготовить, чтобы приготовить? Без сахара, без ничего. Так что так. Взяла гранат. Гранат сейчас килограмм 39,99. Вот эта штучка у меня... Я его приводу. Вышел он у меня на 14 гривен 24 копеечки. Ну, и тут, в принципе, не так уж и много. Ну, как для граната. Может, и много, но, в общем, как бы немного. Правильно-правильно. Так. Потом, что у нас? Картофля. Блин, с картошкой в последнее время, ребята, в АТБ, беда прям какая-то. Не знаю, может, у нас именно в отделе... Ну, отдел вот это, где мы покупаем. Но, блин, вся такая-никакая. Пришлось взять сеткой. Сеткой дороже, но, по крайней мере, у нас здесь хоть нормально. Та картошка вообще, она вся чумазая, во-первых. Во-вторых, вся рубленая, порубленная. Там прям видно, что она... Знаете, ее лопатой вроде порубили. И, в общем, вот такая картопля у нас фасованная. Стоит... Ох, ау, ау, ау. 14,75 за килограмм. Здесь 1,786 на 26,34. Вот такая сетка. Да, я согласна, что дороговато. Ну, лучше уже взять такую и почистить, и нормально. Чем ту взял и очистил, очистил. Куча очистка, и выходит ту на ту. Так. Следом, слева, да. Слева, да. Авокадо. Вот такие вот два авокадо. Взяла мягкие. Вот если вы будете выбирать авокадо, берите, выбирайте мягкие. У тех авокадо, что твердые, они не спелые. Вот. Во-первых, они чистятся фигово. Эти авокадо элементарно руками чистятся. Ну, то есть, на пополам разрезаете, косточку вытаскиваете, и шкурка прямо сходит хорошо с него, с этого авокадо. А вот когда оно не спелое, во-первых, и вкус не тот. А во-вторых, и чистится фигово. Ну, и зачем брать то же самое, что зеленый банан съесть. Смысл какой, да. Поэтому такие авокадо у нас сейчас за килограмм 126 гривен. Здесь 274 грамм на 3478. Вот эти две штучки. Он полезный, и в салатике можно добавлять, и везде его можно добавлять. И тем более, я его распробовала, он мне понравился, оказывается. Представляете? Я всегда думала, что это гадость редкостная. А он оказывается нормальный. Мне понравился. Это уже с нашими диетами, с нашими питаниями, короче, мы уже до такой степени уже голодные сидим, что авокадо кажется медом. Я шучу. Не, ну, серьезно, мы сегодня с Колей ходили, нам реально не хватает каких-то там колбасы, там сосиски какой-то, там еще чего-то. Да, я ломал кецку на сосиски. Коля такой идет мимо этого ряда, и такой... Не сломалась, а? Такой, может, давай возьмем, а я же понимаю, что оно нельзя, надо хотя бы дожить вот этот уже марафон. Я понимаю, что потом мы все равно в любом случае будем и тот же бутерброд кушать, и тоже еще что-нибудь. Ну, такое мы будем кушать, но как мы вообще без этого? Единственное, что я же говорю, что я перейду там на домашний майонез какой-то буду делать, им еще что-то, еще что-то, более полезную еду. Но от колбасы отказаться, ну, вы знаете, что колбаса – это колбаса. Колбаса, ну, и в Африке колбаса. Вот, поэтому такое дело хочется. Но тут же надо не упасть лицом грязи и дойти до конца марафона, чтобы правильно. Хоть мы себе... Я же говорю иногда вот это вот... Коля там кушает где-то конфету, а я прям сижу и слюнями давлюсь, блин. Ну, Коля, он же не со мной в марафоне, ему-то все равно, а мне не все равно. Так, взяли вино. Вот, вино было по скидкам, по скидкам 61,80. Вот такой когор. Мне оно нравится. Оно сладкое-сладкое. Я его разбавляю один к трем, да? Ой, один к трем. Ой. Ну, короче, в стакан... Один к трем где-то, да. Да, если в стакан наливать вот так вот венца, а потом все остальное... Так что на к четырем, блин. Ну, а то все остальное... Он как компотик-компотик получается. Взяла для чего? Нам пока мясо еще нельзя, мы пьем пока мясо еще АСД. Но! Пускай стоит. Придет время. Придет время, и мы его обязательно выпьем. Может быть, вот 14 февраля будет, может быть, посмотрим, как мы там будем отмечать, не будем отмечать. Это все-таки день влюбленных. Может, и будем так. Ха-ха. С венцом. Ну, пускай будет. Я люблю, когда у меня дома есть чем угостить гостей. Знаете? Там пускай стоит. У меня даже где-то осталась еще водочка со свадьбы. Вы представляете, сколько я лет уже? Водочки-то со свадьбы. Осталось стоить себе потихонечку где-то когда-то кто-то заходит в гости. Раз, можно там его гостить уже венцом где-то, мартини вон у нас еще стоит. У меня даже вон чуть-чуть коньяка стоит, совсем чуть-чуточку. Но это, знаете, может быть куда-нибудь, или в рецепт какой-нибудь, или же там в кофе добавить, или еще что-то. Стоит, да и стоит. Пускай будет. Так, на растирание, так как говорится. Так, следующее. Ананасы сушеные. Где они у меня? Я раньше их брала по скидке. А где? Где они делись? Очевидно. Попали. Да вот, да. А, вот, да. Я их брала в прошлый раз по скидкам. Они мне очень сильно понравились. Они вкусные на самом деле. А вот это... Это настоящие ананасы? Да, настоящие. И там прям даже волокна чувствуется. Не, 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 это не конфеты. Это ананасы, просто они как цукаты типа сделаны. Вот такое вот. Вот. На развес можно было и дешевле взять. Ну, на развес это надо было в пакете где-то, что-то там, туда-сюда. Это в Валварте на развес продается. А так я уже брала. Я знаю, что они вкусные, что они классные. С ними можно и десерт сделать, и то, и все, и это. И обваленные они чуть-чуть там буквально в сахаре. В основном они не такие, ну, не сильно сладкие. Вот. И такая упаковка у нас 21,90. Мы ее в прошлый раз брали по 19, по-моему. Или по 18, что-то такое. Да, сейчас не по скидкам, но они вкусные. Их можно, если не приготовить десерт. Так что так. Лимон. Ой, а с лимонами, конечно, завезли в АТБ лимоны. Там, о, такие лимоны, девочки. И одна сплошная шкура. Я еле-еле из-под низа нарыла вот таких лимонов. Ну, они, правда, вон, видите, мягкие. Но мы салат делаем сейчас часто, очень часто. И лимонный сок везде добавляем, поэтому мы их быстро съедим. Взяла немного. Я обычно лимонов набираю прям по каятища. Я это взяла немного, потому что я же вырежу. У те с толстой шкурой брать смысла нету. С них сока вообще нету. А мы в основном сейчас сок используем. Поэтому взяла лимоны. Сейчас у нас по... За лимоны склала меня носкома. Лимоны сейчас у нас по 35 гривен 99 копеечек. И вот это вот получалось у нас на 22,17. Так, что так. Так. Круассан, который Коля у вас в машине топтал. Вы представляете, сел и прямо мне вот прямо на этот... Ой, не выдумывай, ты их нанеси. Ты их нанеси, куруассаны. А где мой хлеб, кстати? А, ты что его не ешь? Ой, а я уже закинул. Он ел круассан, а мне пришлось, знаете, что взять? Кусочек хлеба съесть. Вот так вот. Я люблю такие с бубочками. Классно, это тоже в АТБ продается. С свиночками. Да, с свиночками. Сейчас, подождите, я скажу, сколько кроссан. Кроссан маленькая такая, типа рогалика, 5,80 стоит. Славяное тесто со сгущенным молоком. Ну, Коля, ну перестань. Ну зачем? Вот смотрите, какая поддержка. А ты что? Не выдумывай, я тебя очень даже поддерживаю. Мам, он мне пришлось... Я не заказываю тебе жареное мясо, вон, это самое, всякое там. Я тебе вообще жулино вкусно. Колбасу не покупаю. Ага, не хватало. Так, колбаса у нас, кстати, в морозилке есть, если что. Ну, так я ее не ем. Ну, так разборись себе. А мог бы сейчас нарезать много колбасы, положить на маленький кусочек хлеба и залить майонезом. Я тебе с тобой хлебом не поделюсь, будешь налаживать на руку себе. Сысываю колбасу, блин. Все, потерпишь немножко, осталось совсем чуть-чуть. Так, сумиш овачева, своя линия. Вон, хаваю с тобой всякую траву, вот эту овачеву, ешкин кот. Вот, вот это, наверное, да? Да, да. Сумиш овачева. Так, сумиш овачева, своя линия, 22,20. Вот такая вот. Вон там, короче, все есть, типа, короче. Именно на срочную морозилку, потому что ему сейчас будет это. Ну, так давай скорее заканчивать. Так, хурма. Хурма персимона. Персимона какая-то. Значит, за килограмм 57 сейчас 95, а одна штучка на 11,82 вышла у нас. Вот такая вот. Потом соус торчин соевый, классический. Думаю, блин, по скидкам 20 гривен. Короче, сколько? 20 гривен ровно. Думаю, надо же брать бегом. Ага, а потом мы заехали в Велмарт. И я офигела. Но это будет в следующем видео. Они еще там дешевле, блин. Ну, в общем, 20 гривен. Она вообще 20... Чем-то в АТБ стоит? Сегодня она 20 гривен. Так что так. Так. Блин, только половина кистина. Давай скорее. Так, да. Сумиш вот этот овачева вторая 19,90. Вот такое вот. Видите, там и кабачки, и все на свете. Овощи по-итальянски. Да, овощи по-итальянски. 19,90. Так. Кофе. Кофе, кофе, кофе. Я не пью. Есть, есть, есть. А, вот. Коля у нас кофе пьет. Кофеманчик у нас. Ну, меньше уже пьешь. Правильно? Конечно, меньше. Ты что, ты мне уже на месяца два хватит. Вот. Значит, кофе-юк у нас сейчас по скидкам 32,70, одна пачка. Да, сколько здесь у нас? 200. 225 грамм. Да. Хороший кофе, форт мы его всегда пьем, всегда нам нравится, но как бы пьем. Я иногда себе на этот, на перекус вредный позволяю чашечку кофе и пару конфеток. Вот. Да я не могу. Я, кстати, сегодня начал с чая, голова разболела. Не, Коль, это не только у тебя голова болит. Я сегодня, а, я сегодня, господи, я сегодня ходила в этот же, у меня же перекомиссия начинается, я же пенсионерка. Вот. Тогда я сегодня наобщала с женщинами, короче, с бабушками, короче, как все, как нормально. И еще и твою мамку там встретила. Где бы еще ее встретила, как не там. Вот. Сели, поделились у кого какое давление, короче. И я там сижу такая. Тоже, ой, голова болит. Ну, короче, в общем, да, весело, весело. В общем, значит, что? Ну, все, значит, кофе 32,70 пачечков. Ну, вообще, реально, цена плевая, так что берите. Да, это, кстати, для такого кофе это очень дешево. И пошли. Консервы Боцман Килька. Кстати, у меня кто-то спрашивал, что мы берем. Боцман мы когда-то взяли, оказалось фиговая. Зачем я ее сейчас взяла, я даже не знаю, если честно. Я вот и жены понимать. А просто знаешь почему? Потому что мы тогда в прошлое разъяли, это где-то год назад было, и она оказалась фиговая. Но меня уверяли, что Боцман хорошая. Типа, это может партия такая попалась или еще что-то. И вот она сегодня была по скидкам, она 11,50. И я решила еще раз ее взять, попробовать. На самом деле она фиговая, или это просто действительно партия была такая. Значит, 11,50 этот Боцман, а мы берем кильку всегда вот такую. Газподарочка, да? Да, да, да. Газподарочка. Проверенная. Да. Сегодня она не по скидкам. Обычно она по скидкам, и мы ее берем. А сегодня она не по скидкам, но я тоже решила взять. Сейчас я, подожди. Тут же она пробивала все не так, как надо. Так, газподарочка 14,70. Я просто хотела сравнить, что такая килька 11, а такая 14,70. Но она классная. Вот. Значит, дальше. Папир туалетный. Папир туалетный. Разумный выбор называется. В общем, супер бумага для всего. И для мойки окон, и для всего, как я уже и говорила. 4,80 за рулончик. Два рулончика на 9,60. Так что так. Следующая. Огирки-ты-пылычни. По 69,95. Вот такие вот огурчики у нас. Мы много не берем, потому что они быстро портятся. Вот. Значит, 494 грамма у нас получается на 34,56. Вот эти два огурчика. Консерва-де-люкс. Вот такая. Кстати, да, кто-то спрашивал, какую консерву я добавляла в салат, который делала. Который я никак не могу вам показать. Понимаете? Вот такую. Тунец подрибленный в алии. Есть просто тунец. Он стоит 44 гривны. Кусочками. Тунец с шматочками там написано. Кусочками. А это, типа, он такой... Он не в пюре подрибленный. Он так вроде как порванный. Вот. И он очень-очень вкусный. Именно девчонки купили для салата тунец вот этот кусочками за 44 гривны. А я купила вот такой. И первый раз я делала салат из такого тунца. Нам очень понравилось. А в следующий раз мы делали салат уже из этого кусочками. Там, может быть, красивые кусочки мяса, или же такие более светлее, красивее. Но вкус все равно получился не тут. Потому что он за счет чего? Там он как бы в водичке, в рассоле. В каком-то. А здесь он прям в алике. Ну, то есть, в маслице. И получается, салат не нужно заправлять. Прямо вот с этим маслом выливать, то есть, прямо в салат. То есть, я его ничем не заправляла. Только вылила вот эту вот баночку. Вернее, высыпала. И вот от того маслица, что здесь есть, хватило. Он, во-первых, все так пропитал. Такой аромат стоял классный. Вот. Супер. Короче. Вот такая консерва стоит 25,50. Так что, это без всяких скидок. То есть, она без скидок 25,50 стоит. И всем советую. Очень вкусно. Кто купит, я думаю, скажет мне спасибо. Классный. Потому что та стоит 44. Разница, что стоит. Да? Так. Корм. Своя линия 14,40. Это вот. Ой, какая какая. Вот это по скидкам, да. Какая-то не голова. Стоило 19,00, что до 20 и купили. Вот за 14,40 взяли своим котейкам. На несколько раз им тут будет с кашей смешать сам эту. Угу. Вот. Потому что они подлецы у нас, знаете что? Забастовку устроили, они горлышки уже не хотят. Собаки едят, аж бегом, а они уже не хотят. Носы воротят. Поэтому им надо немножечко менять. То то, то все, то это вот. Как-то так. Разноображивать меню. Значит, 14,40 я сказала, да? Да, да. Так, хлебушек мой, который я вам показывала, черненький, с бубичками. Половиночка. Да, это половиночка. Они целыми не продают, они половиночками продаются. 11,60. Вот такой он. Ну, он вкусный. Вот даже так просто сидеть и кушать, он очень вкусный. Это не потому, что я голодная, а потому, что он действительно вкусный. Ну, так, витаминный пучок, укропчик, укропчик, витаминный пучок, а, ну, это вот там укроп, петрушечка и лучок, вот так вот. Все, да, три в одном, конечно. Да, да, да. Стоит 19,80. Нифига себе. Опять я лоханула. 21 гривен, конечно, за что я мое. Ну, он же съешь, Кинько. И там даже такой цены не было. Ну, ты ж так, ложат и чекладут все. Ладно, а лучок почему же нет? О, это я не лоханулась, это вот я лоханулась. Капец, 21 гривна 60 копеек, за что? Это ж ты гуля. Какая разница? 21 гривна 60 копеек, это 19,80, это 21,60. Дело в том, что я обычно вот такие зелень я беру в маркетопт. Маркетопт, она дешевле. Она там за пучки, она там, ну, то есть по 10, по 12, именно уже упакованный пучочек, вот такой вот. А в этот раз заезжать на маркетопт еще было, ну, делать немножко там неудобные манипуляции с рулем, коль я впадла, в общем, одним словом было. Да нет, ну просто из-за зелени заезжать, в смысле. Если бы мы там брали еще сыр, майонез, рыбу, то другое дело. Не, ну так мы переплатили мощно, я тебе скажу. Да нет, ну смотри, такой же пучок 10 там стоит, а здесь 20. Понимаешь, ну разница. Ну ладно, ну чтоб вы понимали, что в АТБ дорого зелень стоит. Так, и яйца курячие. Сегодня они по скидкам, вот такие вот яйца. Гривна 45 за штучку. Ух ты. То есть 14,50, десяток. Короче, да. Да, это дешево. Вообще до 20 яйца стоят у нас. Это сегодня по скидкам было. У нас лоток обычно 60 получался. Сегодня у нас 43 гривны 50 копеек. Так что это круто. Вот такой вот у нас покупочки. Вот, можете обратить внимание, 587 гривен. Сначала же показывали. Да, ну еще раз. Вот, это при том, что мы практически ничего не купили. Так что вот такие вот дела. Вот, надеюсь, вам понравилось мой обзорчик. Кому понравилось, ставим пальчики вверх. Кому не понравилось, проходим мимо. Вот. И следом, следом, следом. Мы сейчас снимем еще один обзорчик из Велмарта. Да? Просто я говорю, Коля, давай сюда кучу. Он говорит, ты так много базаришь, а люди не выдержат тебя. После полтора часа просто стоять надо снимать, я маю. Или я не знаю, тут уже минут на 40, наверное. У нас там в Велмарте гораздо интереснее покупочки. Так что оставайтесь с нами. Ну, в смысле, это досматривайте. И переходите на следующее. Смотреть покупки из Велмарта. Все. Всем пока. Всех люблю. Всех тел мою.